Работают с нарушениями кемеровские парфюмеры, уверена кемеровчанка. Приобрела реплику дорогого аромата и оказалась на больничной койке. Что случилось, узнал Андрей Уфимцев. Сейчас мы поставим капельницу, и вам должно стать полегче. Больничная койка – капельница уколы. Дочь пациентки хотела обрадовать себя и маму клоном аромата дорогого парфюма. У нас в городе в торговых центрах есть островки парфюмерные, где прям картинка, где нарисован оригинал парфюма и есть ли на него копия. Нанесла парфюм на маму. У меня стало перехватывать дыхание. Я вижу у нее огромное аллергическое пятно на шее. Появился отек, и после заключения врача ей назначили курс гормональной терапии. Никто не застрахован от аллергических реакций. Может быть, как острая крапивница, отек к венке. Юридическим шлейфом от аромата, если духи вызвали аллергию, вряд ли возможно воспользоваться. Вы не сможете сдать парфюм и вернуть деньги, либо обменять на аналогичный. Экспертиза парфюма должна определить, соответствует ли его состав требованиям ГОСТа. Экспертизу может провести и продавец. Нюансы. Если товар оказался надлежащего качества, покупателю придется возместить расходы на эту процедуру. Естественно, на продукцию есть сертификат. Здесь нет, потому что у нас несколько точек. Купки нет. У меня производство Турция, все официально. У меня завод существует. Вы что думаете, я из подполы наливаю? Вы вправе пойти в Роспотребнадзор, написать заявление. Мы вам официально, грамотно все ответим. В принципе, сделано неплохо. Даже, скажем так, красиво, качественно. Штрих-код имеется. Сами флаконы, конечно, смотрятся кустарно. И если смотреть на сам аромат, то тоже звучит это очень просто. Есть общие правила, которым надо следовать, когда выбираешь незнакомый парфюм. На каждой коробочке обязательно должен быть русификатор. Написано, где сделан аромат, как он называется. Должна быть маркировка. А самый главный совет – покупать проверенный товар в том месте, которое уже заслужило ваше доверие. Андрей Уфинцев, Сергей Сардарян, Андрей Санасасюк, Павел Чернягов. Вести Кузбасс, Кемерово.